Воспылал гнев мушей, бросил он скрижали, который нес в руках, и разбил их о подножие горы, и взял на тельца, которого они сделали, и пережег его в огне, и растер его в прах, и рассеял прах по воде, и заставил сынов Израиля пить эту воду. То есть растер он это дело, заставил их выпить, это все даже время всех, чтобы они почувствовали, что это такое? Ну, я не знаю, почувствовали это, я бы уподобил это, знаешь, чему? Тому, как принимают противоядие, маленькая течечка яда. То есть это как маленький яд? Каждое лекарство яд, но не каждый яд лекарства. Медицина с этим змеем, она явно показывает, что этого змея надо принять, его надо правильно принять, в виде лекарства, и тогда ты будешь здоров. То же самое здесь. Вот в таком виде, как сделал Муше, для них это является уже лекарством. Оздоровлением. Оздоровлением. Ведь каждое лекарство содержит в себе ту же болезнь, только в обратном виде. Особенно в гомеопатии это проявляется. Ну, или в прививках, так как то, что мы делаем. То есть мысль Муше здесь не уничтожить их, а мысль, чтобы они оздоровились. Привить. Сделать им прививку. Прививка. От этого золотого тельца. Это именно растереть его, то есть он потерял бы свой облик, но в своей силе, оторванной от облика, как это называется, но не о веществленной силе, не оформленной силе, как по-русски можно еще сказать, я не знаю, вот именно чтобы эта сила в своем таком идеалистическом виде находилась бы в каждом. Вот вообще, вы сейчас упомянули слово лекарство, и вдруг это совершенно точно этому соответствует. Растереть, растереть, слить, и вдруг дать принять. Дать каждому принять, конечно. Вдруг совершенно берешь этот отрицательный яд, растираешь слова, ты делаешь таблетку. И каждому микродозу. Все, сразу принимается. И сказал Моше Ародо. А теперь ты мне скажи, возможно ли было бы это сделать без тельца? Не получается, что нет. Принять эту дозу? То есть должна быть змея? Обязан. И яд должен быть? И должны знать, что от этого умирают? Да, да, да. И вот таким образом вылечиваются. Придет время, проявится сила, возможность, готовность растереть все это и начинать правильный путь выздоровления. Путь немгновенного от любой болезни. Мы должны излечиваться постепенно. Тем более от этой мы должны осознавать, где мы находимся, к чему идем, в чем заключается процесс излечения. И самое главное, что значит быть здоровым.